Теперь об эпид-ситуации в Казахстане. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 11 340 казахстанцев. Общее число заразившихся в стране превысило 1 157 000. Ну и ведь эпид-ситуация в Павлодарской области резко обострилась. В регионе зафиксировали антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Почти тысячи ПЦР-исследований дали положительные результаты. Более 860 человек болеют симптомами. Вирус распространяется довольно быстро, хотя официально подтвержденных заболевших штаммом омикрон в регионе еще нет. По сведениям медиков, в последнее время болезнь распространяется среди детей и беременных женщин. Ковид выявлен у 370 подростков. Больше половины из них сейчас получают лечение в стационарах. Такой рост эпидемиологи связывают с отсутствием вакцинации. Недавно в регионе приступили к ревакцинации населения. Поступили 6,5 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Мы увеличили в стационаре количество коек для беременных и для детей. Возможно, это связано с тем, что изначально не были включены в контингент, которые должны были пройти иммунизацию против коронавирусной инфекции. Однако на сегодня для них есть такая возможность – это получить вакцину Pfizer. Аналогичная ситуация в Акмолинской области. Ежедневно в регионе регистрируется не меньше тысячи случаев заражения опасным вирусом. По словам врачей, в регионе это антирекорд за весь период пандемии. С начала года было инфицировано порядка 7 тысяч акмолинцев. К сожалению, 10 случаев с летальным исходом. Больше всего заболевших в Кокшетау и в районах вблизи столицы. Поэтому усилены карантинные ограничения. Запрещено проводить массовые мероприятия. Доступ в торговые дома и торгово-развлекательные центры разрешен только обладателям зеленого статуса ваших. Что касается вакцинации, то ее темпы, как отметила главный санврач региона, довольно невысокие темпы – 71% от подлежащего вакцинации контингента или же 46% от всего населения региона. Ну и вот как раз первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Туркестанскую область. 25 тысяч доз распределили по местным поликлиникам, и теперь они доступны для желающих пройти ревакцинацию. В целом, двумя компонентами противовирусного препарата в регионе привили свыше миллиона человек. Почти 100 тысяч жителей получили бустерную вакцину. Особенно активно процесс идет в густонаселенных районах области, где высокая заболеваемость. Отмечу, Туркестанская область пока единственная в стране, не попавшая в красную зону по темпам распространения коронавируса. Основная часть жителей уже привилась. Сейчас мы делаем упор на вакцинацию подростков и беременных женщин. Активно идет и ревакцинация.